Ребятки, всем привет! Всех приветствую на каналчике Такси Кул, Фебер на связи. Сегодня мы с вами знаете о чем поговорим. Всем, кстати, приятного просмотра. Можете сразу подписаться на каналчик, поставить лайкосик. А мы поговорим о том, сколько же я заработал на предыдущей неделе, да, на прошлой. И вот такую вот кассу я заработал в такси по болту. Я надеюсь, вам всем видно. Можете поставить на паузу, посмотреть. А это именно, я озвучу, 15153 гривны 89 копеек. Из них, если отнять кассу, получается болта, да, то есть процент болта, 18%, напоминаю, болтик берет уже, получается 12460 гривен 37 копеек. Так что как-то так, ребят. Это, я думаю, довольно-таки неплохо. То есть болт сейчас делает доплаты всякие всевозможные пассажирам акции. А на вас это никак не влияет, вам эти денежки приходят. Ну и вот смотрите, то есть здесь есть сколько безнала, сколько нала, сколько чаевых, там все дела. Пятое-десятое. Но о чем я хотел с вами поговорить. Вот 12460 гривен я заработал. Кстати, расходы, то есть комиссия с 15 тысяч. 2693 гривны 52 копейки. То есть с 15 тысяч не сильно-то и много. Многовато, конечно, но не сильно. И спросите вы, сколько ж, Саня, ты потратил на топливо, амортизацию, пятое-десятое. Давайте я вам отвечу просто. Я езжу с кондиционером каждый день. Каждый день я заправляю газа на 500 гривен. Мне хватает на поработать и на свои дела где-то поехать, где-то съездить. Работал, как я столько заработал. Я работал каждый день, каждый день. По 12 часов. Тут, кстати, наверное, можно посмотреть, сколько я сделал в общей сложности заказов. Мне тоже этот момент интересный. Но я вам что хочу сказать. Я каждый день работал, старался по 12 часов. Был у меня один день, где вообще была суперовая касса, вы помните. Это без постоянных клиентов. То есть у меня еще были постоянные клиенты, чаюха. Плюс люди просили отвезти так. То есть в общей сложности тут еще больше кассы. Но чисто вот за болт я имею ввиду, сколько я заработал. То есть минус пятихатка каждый день. Это за 6 дней можете посчитать, сколько получается. То есть за 2 дня получается у нас 1000. 3000 я потратил на газ. То есть 12460 у меня чистый заработок. Можно взять чаюху сюда добавить. И получится, что у меня чистый заработок десятка. Без процента болта. Да, понятно, надо на амортизацию машины и все такое. Но я в общем к чему, ребят? Что 10 тысяч гривен сейчас зарабатывает не каждый. С амортизацией, без амортизации в нашей стране. То есть за 4 недели можно заработать 40 тысяч гривен. 40 тысяч гривен это не такая плохая касса для, собственно говоря, Харькова и зарплата. С этих 40 тысяч гривен можно, я думаю, отнять какие-то там деньги. То есть это получается там около 1500 долларов. Если я не ошибаюсь, можете посчитать, написать в комментариях. Можно отнять, понимаете? И на машину какие-то там на запчасти и все остальное на масло. В общем, ребят, такая была касса. Всем добра, бабла, позитивчика. Я решил просто вот так показать и просто примерно прикинуть. Потому что я понимаю, вы все любите, когда я достаю свою легендарную тетрадку, начинаю здесь все расписывать по порядку. Я все прекрасно понимаю, но я решил записать такое и коротенькое видео. Напишите, какое вам больше нравится. Когда с тетрадкой все расписано, куда уходят деньги и самый чистый доход. Либо же когда так. Ну, как по мне, десятка за неделю меня пока устраивает. Ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, лайки, пишите в комментариях, сколько зарабатываете вы. Пишите вообще все, что угодно в комментариях, свое мнение по этому поводу. Также подписывайтесь на телеграм-группу, где вы сможете пообщаться с такими же таксистами, как и я. На мой тикток и инстаграм. Ребятки, пока-пока, до новых встреч. Добра, бабла и позитива.